Принципы игры в начальной стадии партии 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 Белые играют АБ, и после АБ ладья А8 остаются с лишней ладьей. После же хода С6 белые продолжают Б3, и как бы черные здесь не ответили, их пешки разваливаются. Так на СБ будет АБ, и после СБ слон Б5, слон Д7, ферзь Б3, у белых перевес в развитии и сильный центр. В случае же хода БА, следует БЦ, и позиция черных плоха, все их пешки ферзьевого фланга изолированы, плюс белые владеют центром. Как мы видим, попытка черных зацепиться за лишнюю пешку связана с потерей времени, а также приводит к сильному ухудшению пешечной структуры. Помимо этого, пешка во всех вариантах без особого труда отыгрывается. Вернемся к нашей партии. Так, после хода Е6, Крамник сыграл С4, на что Анатолий Карпов ответил ходом С5. Идея данного хода заключается в том, чтобы создать белым изолированную пешку на поле Д4, и впоследствии выстроить игру против этой пешки. В партии последовала рокировка А6, черные намерены сыграть Б5 и фианкетировать своего белопольного слона. Слон Б3, Крамник заблаговременно уводит своего слона, следует Конь С6, Конь С3, ЦДЕД. Как видим, образовалась позиция с изолированной пешкой. Недостаток данной пешки заключается в том, что ее невозможно защитить другой пешкой, что определяет ее хроническую слабость. Еще одним недостатком является то, что поле перед пешкой можно использовать как опорные пункты для своих фигур, поскольку согнать их пешками соседних полей невозможно. Несмотря на все вышесказанное, изолированная пешка имеет свои преимущества. Прежде всего, это пространство для маневров с собственными фигурами, открытые линии Е и С, а также возможность создания атаки на короля при наличии на доске большого количества фигур. Игра за или противоизолированной пешки в большинстве случаев зависит от предпочтений шахматиста и выбора им соответствующего дебюта. Так, шахматисты позиционного стиля, коим безусловно можно причислять Анатолия Карпова, любят сражаться против изолятора, подсушивая игру, меняя фигуры и переводя игру в выгодный для них эншпиль. Напротив, шахматисты комбинационно атакующего стиля стремятся не доводить дело до эншпиля, организовывая атаку на короля или используя другие выгоды положения. В нашей партии после обоюдного размена в центре Карпов играет слон Е7. Идея побыстрее рокировать. На это следует ладья Е1, конь А5, слон С2, Б5. Как видим, черные во что бы то ни стало хотят удобно расположить своего слона на поле Б7, откуда тот будет воздействовать на центральные поля Д5 и Е4. Но при этом они, потеряв время на ходы, конь А5 и Б5 уже сильно отстают в развитии. Крамник немедленно и пользуется этим обстоятельством и вскрывает игру ходом Д5. Анатолий Карпов, столкнувшись с такой агрессивной игрой противника, решает, несмотря на отставание в развитии, завязать тактическую перепалку. Б4 В случае хода ЕД могло бы последовать слон Ж5, рокировка, ферзь Д3, угрожая взять коня на Ф6 и поставить мат. Поэтому черный играет Ж6, защищаясь от данной угрозы. Но теперь следует филигранная ладья Е7, ферзь Е7, конь Д5 и у белых материальное преимущество. Если забрать пешку на Д5 конем, конь Д5, то после конь Д5, ферзь Д5 и тонкого слон Д2, дела черных плохи. Висит конь на А5, а также угрожает ход слон Е4 с выигрышем ладьи. Например, конь С6, слон Е4, ферзь Д6, ферзь С2, атакуя связанного коня, слон Б7 и сильный ход слон Ф4. Теперь после ферзь Ф4, слон С6, слон С6, ферзь С6, король Д8 и ферзь А8, черные теряют все на свете. Итак, мы выяснили, что взятие пешки проигрывает, поэтому Анатолий Карпов играет Б4, еще больше, увеличивая отставание в развитии собственных сил. Крамник дает шаг слона 4, теперь на слон Д7 последует ДЕ, ФЕ, конь Е4, сия на лучшей позиции, поэтому черные вынуждены играть король Ф8. В этой позиции Владимир Крамник решает не защищать коня на С3, а вбросить в бой еще одну боевую единицу, сыграв слоны Ф4. Ну что ж, дарованному коню в зубы не смотрят, БЦ, но теперь смелый пехотинец проламливает крепость черных ходом Д6. Выбор у черных невеликий, они играют конь Д5. На жадное ЦБ последует ДЕ, король Е7, ферзь С2, и теперь на БА ферзь следует ферзь С5, единственный ход ферзь Д6, и после ферзь Д6 черные получают мат. Если же сыграть слон Д7, то после ферзь Б2, слона 4, ферзь А3, им также не сладко, фигура отыгрывается, а король черный гуляет по центру. После 15-го хода в партии конь Д5 последовало взятие ДЕ, ферзь Е7, и после слон Е5, слон Б7, БЦ, ладья Д8, конь Д4, конь С4. Плохо играть конь С3 за ферзь Ж4 с угрозой мата, нужно играть ладья Ж8, но тогда решает конь Е6, на ФЕ выиграет слон С3 с угрозой слона А5 и слон Б4. А после ферзь Е6 следует ферзь Б4, ферзь Е7 и слон С3. Позицию черных уже не защитить. После хода конь С4, Анатолия Карпова следует красивая комбинация. Слон Ж7, король Ж7, конь Ф5, ЕФ, ладья Е7, конь Е7, ферзь Е2. Атакует две фигуры одновременно. Черные играют конь Ж6, белые продолжают ферзь Е4, ладья Д2, слон Б3, слон Д5, ферзь А6, ладья Д8, слон Д5, ладья Д5, Х3, конь Е5, А4 и белые выиграли. Для того, чтобы использовать перевес в развитии, необходимо добиться открытого характера игры, так как именно в такой игре можно с максимальной выгодой использовать временной фактор. В данной партии Анатолий Карпов в дебюте потратил несколько темпов на решение частных задач, что позволило Владимиру Крамнику серии смелых и сильных ходов решить исход борьбы в свою пользу. Это был второй видео урок серии «Как играть дебют». Если он был для вас полезным, подписывайтесь на обновление канала, чтобы не пропустить следующий. А на сегодня все. До встречи.